У нас с вами сегодня доброе утро, в 9 утра, мы займем площадку и подведем сегодня итоги месяца. Сегодня 13 июля, это говорит о том, что мы с вами будем подводить итоги предыдущего месяца, июнь. И еще раз напомню, что каждый месяц, раз в месяц мы с вами встречаемся в этой комнате для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца и поговорить о том, что происходит в компании прямо сейчас. И мы обычно говорим о том, что нас с вами ждет, что в компании готовится, стратегия и так далее. Поэтому раз в месяц – это важная точка синхронизации, вот эти наши с вами вебинары, которые называются итоги месяца. Важная точка синхронизации для того, чтобы понимать, что происходит в компании. И, как правило, мы с вами смотрим, что было в предыдущем месяце, и потом говорим о том, что нас с вами дальше ждет. А также мы поздравляем чемпионов предыдущего месяца, то есть тех партнеров, которые отличились по работе с клиентами, в работе с партнерами. Значит, да, и сегодня тоже мы с вами, скажем так, отметим самое яркое событие, скажем так, июня. Что у нас с вами было в июне, на что стоит обратить внимание. Это то, как у нас с вами прошел онлайн интенсив 18-19 июня, назывался UDS Day. Это такой большой форум знакомства с компанией, знакомства с продуктом, с партнерской программой. И это все проходит онлайн. И мы с вами долгое время проводили форумы оффлайн, и тоже продолжаем их проводить. И вот сейчас у нас была такая вторая проба того, как можно было бы делать онлайн форумы. И я хочу на этом застрить особое внимание, потому что нам, по сути, получается, что мы раскопали еще один мощнейший инструмент в работе нашей партнерской программы, потому что 18-19 июня прошел форум, и вообще, в принципе, вот этот весь месяц, июнь, он был очень результативным. К нам за июнь присоединился огромное количество новых партнеров, большое количество продаж. Значит, и понятно, что это вот работа как раз-таки вот этого форума. Подготовка к этому форуму, работа на этот форум, а потом еще работа после онлайн интенсива. Это очень мощный инструмент. Понятно, что у нас была акция, оффер для потенциальных новых партнеров, и он тоже очень хорошо сработал. Вот. И это говорит о том, что эту историю нужно продолжать, ее нужно улучшать, и она точно будет продолжаться. И обратите, пожалуйста, внимание, что это очень мощный инструмент, вот этот онлайн интенсив, и им обязательно нужно пользоваться. Поэтому, когда в следующий раз вы где-то в новостях услышите, что готовится новый онлайн интенсив, новый такой вот онлайн форум, на него нужно обязательно сработать. То есть нужно сфокусироваться и поработать на этом мероприятии, потому что, ну, то есть это инструмент, который, как все инструменты, позволяет в кратчайшие сроки, прикладывая меньше усилий, добиваться больших результатов. Поэтому этими инструментами нужно пользоваться. И вот я хотел бы отметить как раз-таки в июне работу нашего департамента масштабирования на то, чтобы вот этот форум состоялся, и он состоялся на самом высоком уровне. И понятно, что у нас был первый форум, он был в апреле, вот сейчас второй форум был в июне, и дальше будет третий, четвертый форум, и вы прекрасно понимаете, что они будут в качестве все лучше и лучше по качеству и по эффективности. Поэтому этим нужно пользоваться. Так, это мощнейший инструмент, который, по сути, разработали наш департамент масштабирования. Вот, и мы с вами давайте перейдем к следующему инструменту, который не менее мощный. Я думаю, что даже мощнее инструмент нашего с вами бизнеса. Это то, что нас с вами ожидает в ближайшем будущем. Вот сегодня 13 июля, это говорит о том, что прямо сейчас у нас с вами весь фокус должен быть на мероприятии, которое у нас состоится 7 августа. Мы с вами собираемся в Москве, в Vegas City Hall, для того, чтобы отпраздновать день рождения компании. Нам с вами будет 8 лет. И это очень, это знаковое событие, я каждый год так говорю, потому что оно так действительно и есть. Каждое мероприятие, оно для нас с вами знаковое и для нас с вами делится обычно жизнь до и после. И вот это мероприятие, оно тоже будет знаковым. Почему? Потому что я сейчас немножко хотел бы сегодня немножко поговорить о том, что нас с вами ждет, немножко вас подготовить, для того, чтобы понимали, насколько мощное событие будет, насколько мощное мероприятие, почему там очень важно быть на этом мероприятии, день рождения компании. Значит, мы с вами будем отмечать 8 лет. Это уже очень такой большой срок, то есть такой достойный срок. Компании 8 лет, мы 8 лет развиваемся, разрабатываем 8 лет продукт. И если посмотреть вот на весь этот путь, значит, и, ну, то есть, и задать себе вопрос, что важного было в этом пути, вот эти 8 лет, то, помимо всего прочего, я думаю, что один из важнейших моментов, который я могу выделить, это та экспертность, которую мы приобрели за эти 8 лет, в плане мы привели компанию. То есть вот эти 8 лет мы занимались развитием продукта, разработкой продукта, мы решали различные вопросы. За это время у нас было очень много вызовов различных. Вот те ребята, кто с нами 7-8 лет, вы помните, что мы проходили. Это были разные ситуации и запуски продукта, и, значит, работая там с конкурентом рынки, и различные события в экономике, в геополитике и так далее. То есть было очень много различных моментов, и мы вот эти моменты все вместе проживали. И вот за эти 8 лет мы наработали очень большую экспертность, компетентность, осведомленность, самый главный опыт. То есть вот, наверное, это самое, наверное, одно из самых ценных, то, что за 8 лет есть, это есть тот опыт, который ты проходишь, и то, кем ты становишься за это время. Это самое ценное. То есть не те активы, не те, может быть, материальные ценности, которые есть, не тот статус, который есть, а вот именно опыт. То есть тот опыт – это самое, наверное, ценное, потому что на базе этого опыта можно повторить то, что ты уже сделал за более короткий срок. И вот это самое ценное, что для нас есть вот в этих 8, одно из самых ценных, что у нас для нас есть в эти 8 лет. То есть эти 8 лет мы нарабатывали свою экспертизу в большом количестве вопросов, то есть в разработке IT-продуктов. То есть мы разрабатывали продукт, и этот продукт на сегодняшний день, он действительно классный, он востребован рынком, он рынком признается. И это, по сути, только начало для этого продукта. Мы его продолжаем, продолжаем развиваться, у него огромное светлое будущее. У нас большой опыт, большая экспертиза в менеджменте, то есть в управлении компанией. И вот наше достижение именно самой компании Global Teleg Service – это то, как мы выстроили модель, административную модель, модель управления. Это горизонтальная система управления или там кто-то… Многие читали, наверное, книгу Федрика Лалу про бирюзовые организации, создавая организации будущего, о том, какие организации в будущем должны быть, и мы должны уходить от вертикальной системы управления, от горизонтальной системы управления. И вот это у нас построено, менеджмент в компании тоже построен. Мы очень много нарабатываем экспертизу в развитии инфраструктуры, потому что вокруг продукта очень мощная развертана инфраструктура. То есть, ну просто представьте, что когда у вас платеж проходит в любой точке мира, там неважно где, это может быть там Новая Зеландия, Африка, Латинская Америка, а вы в эту же секунду получаете выплату и можете эти деньги вывести на свою карту, как-то этими деньгами воспользоваться. То есть, вот это все невидимая инфраструктура, которая есть вокруг продукта, она очень большая, развернута на самом деле, потому что вы видите, то есть, обычный пользователь, обыватель, он видит только 5%, 95% под водой, как айсберг. То есть, вот эта вся инфраструктура, как это работает, юридические вопросы, финансовые вопросы и так далее. Управление бизнесом. То есть, 8 лет мы учились, как бизнесом управлять, что нужно, как создавать команды эффективные, чтобы они работали на результаты и так далее. То есть, на самом деле, это огромнейший, огромнейший опыт, который мы создали. И вот все эти 8 лет мы совершенствовались в одном направлении. То есть, в одном направлении, вот смотрите, мы разрабатывали продукт UDS. UDS, что такое? UDS – это комплексный продукт для маркетинга, да? То есть, для маркетинга, значит, и это, по сути, одно направление. То есть, мы, как IT-компания, пришли в направление, все, что связано с маркетингом, в маркетинговое направление и начали создавать там инструмент. То есть, как мы говорим, digital solution – цифровое решение для этого направления, для направления маркетинга. И вот 8 лет мы развивались вот в этом, в одном направлении. То есть, никуда не уходили в другие стороны, только в маркетинге. То есть, били в одно. И вот за все это время, пока мы работали с продуктом, у нас создалась очень хорошая ресурсная база для того, чтобы сегодня уже быть готовыми создавать такие же digital solutions, такие же инструменты для любой другой сферы бизнеса и жизнедеятельности человека. Еще раз о чем мы говорим. То есть, мы все эти 8 лет, мы работали в направлении маркетинга. И мы наработали здесь огромнейшую экспертизу. Это говорит о том, что мы сейчас с этой экспертизой можем пойти в другое направление бизнеса или жизнедеятельности человека, и там с этой экспертизой, с этим опытом создать тоже какой-то классный, хороший инструмент. То есть, мы здесь молодцы, мы здесь классно сделали. Мы можем прийти и сделать на этом же опыте, сделать классно в другом направлении. То есть, мы можем пойти, это был маркетинг, мы можем пойти в финансовую сферу, мы можем пойти в сферу, там, не знаю, общепита, Мы можем пойти в сферу ЖКХ, мы можем пойти в сферу, да вообще в принципе любую сферу, прийти и создавать продукты. Потому что вот все задачи, которые сейчас, например, перед нами могут стать в новой сфере, мы эти задачи очень быстро решим, потому что есть накопленный опыт. И немножко забегая вперед, то новое направление, которое мы сейчас развиваем и те новые продукты, которые мы сейчас создаем, создали и создаем, у нас понадобилось время очень мало. То есть мы по сути за месяц развернули продукт, который развивается от 8 до 12 месяцев нужно, чтобы с нуля этот продукт поднять. А мы его поднимаем за один месяц и запускаем этот продукт в лайф, в жизнь. Только потому, что у нас уже все готово. То есть у нас уже есть опыт, у нас уже есть ресурсная база, у нас уже есть контрагенты все. И по сути достаточно там нескольких звонков поставить команду, задачу команде и команда выпускает продукт. Вот о чем я говорю. То есть это говорит о том, что вот эти 8 лет, по сути, мы только начинаем. То есть мы только готовились к тому, чтобы пойти уже дальше на другой уровень. Понимаете? То есть мы вот 8 лет работали в одном направлении. То есть мы, по сути, тренировались, 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 отрабатывали приемы и так далее для того, чтобы пойти на уровень выше, для того, чтобы уже не просто быть номером один, быть крутым игроком в одном направлении, а можно быть крутым игроком в разных направлениях. То есть, еще раз, мы понимаем, что вот этот весь опыт, вот этот весь путь, он был для того, чтобы мы дальше начали диверсификацию продуктовую. И мы понимаем за эти 8 лет, что нам становится уже тесно в этом направлении, нам становится уже тесно в маркетинге, мы уже становимся больше. Это нормальная абсолютно история, и мы это внутри ощущаем, мы ощущаем внутри потребность что-то новое создавать. Поэтому, вот какая будет стратегия на дальше, на следующее десятилетие? Вот мы 8 лет поработали, можно провести черту и сказать, что вот эти 8 лет мы, по сути, готовились. И вот сейчас, после дня рождения, мы с вами об этом будем говорить, и следующая стратегия на другие десятилетия, это продуктовая диверсификация компаний. Вообще, миссия компании Global Intellect Service, это создавать инновационные продукты для жизни, для бизнеса людей, делать так, чтобы наше партнерское сообщество от этого выигрывало и так далее. И мы, вот это же изначально была миссия заложена, она еще была заложена в 2013-14 году. И вот сейчас мы эту миссию начинаем разворачивать. То есть мы переходим к продуктовой диверсификации. По сути, это говорит о том, что мы сейчас можем посмотреть абсолютно любое направление, понять, что, да, действительно, там есть отлик для нас, потому что важно, чтобы был отлик, важно, чтобы внутри был огонь, интерес делать что-то новое в конкретном направлении. Поэтому можем прийти в любое направление и создавать новые продукты, продуктовая диверсификация. То есть что это такое? Это расширение возможностей для партнера Global Intellect Service. То есть если до этого у партнера Global Intellect Service был, по сути, один продукт, это классный продукт, вот, то сейчас таким образом, делая продуктовую диверсификацию постепенную, да, мы расширяем возможности партнера. То есть мы становимся интересными все большему-большему количеству людей. То есть различные сегменты рынка мы можем, придя в какую-то сферу, мы можем быть интересны большому количеству, то есть еще большему количеству людей. А для нас, вами, для, вообще для партнера, это расширение возможностей. Как мы это видим? Смотрите. Значит, мы видим, что через некоторое время, через какое-то время, значит, у партнера, компания Global Intellect Service, когда человек приходит в компанию, в партнерство, вот прямо сейчас у нас человек покупает пакет, партнерский пакет, у него там две лицензии, шесть лицензий и двенадцать лицензий продукта UDS. Вот. И через некоторое время это будет не так скоро, вот, но через некоторое, то есть как я вижу, как мы видим будущее компании. Через какое-то время любой партнер, который будет приходить в компанию и покупать пакет, например, пакет VIP, он будет иметь не двенадцать лицензий UDS, а он будет иметь двенадцать, ну, можно по-разному называть, там, тикет, ваучер или право на продукт. То есть это двенадцать каких-то таких, ну, пусть там, билетиков, да, на продукт. И это сейчас просто образно название, мы не привязываемся к названию. И он с этим, значит, билетика может прийти в компанию и выбрать любой продукт, который в компании есть. Он может взять, там, лицензию UDS, он может, там, взять один продукт, второй, третий, четвертый, и он уже сам принимает решение, каким продуктом, какой продукт, на какой продукт он обвиняет свой, скажем так, вот этот ваучер, билетик. Вот. Поэтому, то есть это, еще раз, это расширение возможностей, это говорит о том, что создавая новые продукты, но, опять же, создавая классные новые продукты, востребованные, может быть, у которых нет аналогов или которые выделяются на конкурентном рынке, создавая эти инструменты, мы нашим партнерскому сообществу даем возможности для расширения. Поэтому, вот, все разговоры по поводу миссии, по поводу того, что, ну, мы с вами говорили, да, то, что я много раз говорил, что я вижу эту компанию, что она может работать десятилетия, и мы можем эту компанию передавать своим детям, внукам и так далее. Вот, как раз-таки, и в рамках вот этой идеи, вот, наша стратегия набьется, то есть диверсификация продуктовая, то есть мы можем делать очень много разных инструментов. И если посмотреть, сегодня столетние компании, которые есть на рынке, американские или, ну, вообще западные компании, если посмотреть, они многие начинали не с того, с чем они прямо сейчас, чем они прямо сейчас занимаются, да, то есть вы знаете пример. Вот, поэтому то же самое у нас. Может быть, пройдет какое-то время, и наши там дети и внуки будут рассказывать, что вообще Global Intellect Service начинался с системы лояльности. А сейчас он, значит, вот, там, не знаю, добываем полезные ископаемые где-нибудь на Луне или еще где-то. Вот, поэтому, в общем, поживем-увидим, это очень интересно. Но вот эта история с диверсификацией, она, ну, правильно, и, по сути, это как все столетние компании проходили путь, мы вот сейчас по этому пути, по сути, и идем. Окей. По сути, да, вот эти 8 лет мы только готовились к прыжку, то есть мы еще даже не начинали, то есть это вот только разминка, только, мы только размялись, только отработали приемы и так далее. То есть мы только-только начинаем, по сути. Мы отработали экспертизу, мы наработали опыт, и сейчас вот с этим опытом мы можем идти на другие рынки и делать классные продукты, вот. И, наверное, все-таки самое ценное, что у нас есть за эти 8 лет, опыт и экспертиза на втором месте. А на первом месте это наше сообщество, наши партнеры, наши комьюнити. И вот с этим партнерским сообществом вместе с вами мы можем вообще заходить в любой рынок и этот рынок брать и очень быстро на этом рынке занимать свои позиции. Окей. Теперь, еще раз, 7 августа, Pegas City Hall. Мы с вами проведем презентацию нового направления. То есть я буду рассказывать о том, в какое направление мы собрались, что мы хотим делать. Более того, я расскажу о продукте, который уже готов, и о продуктах, которые готовятся. Вот у нас будет несколько продуктов, которые мы планируем запустить во втором полугодии 22 года, то есть во втором спринте. И, значит, об этом я буду говорить. Это не один и не два продукта. Поэтому очень важно быть 7 августа на самом мероприятии для того, чтобы об этом послушать. Идем дальше. Значит, есть один очень важный момент. Смотрите, правила ввода новых продуктов. Значит, для нас ЮДС остается флагманом. То есть ЮДС – это флагманский продукт для нас. Потому что он себя зарекомендовал. И это, знаете, такой огромный корабль, который уже движется, ему уже все равно. Значит, всякие там преграды и так далее. Вот он идет и все сметает на своем пути. Потому что мы 8 лет его строили. Это такая махина, которая… То есть мы уже все знаем. Мы уже по этому кораблю там как бы… Ну, все знаем его моменты. И мы знаем, как он лавирует и так далее. То есть это прям огромный корабль, который едет. Это в нашем с вами флоте – это флагман. То есть это самый главный продукт. И мы с этим продуктом работаем. Мы продолжаем работать. То есть у вас не должно быть сейчас иллюзии того, что мы запустили новый продукт и все побежали туда. Нет. Почему? Потому что запуск новых продуктов будет постепенный, поэтапный. И он будет как тестирование. То есть вот мы с вами на этом флагмане, огромном корабле плывем и рядом строим другие какие-то корабли. И мы эти корабли будем пока смотреть. Возможно, где-то на каком-то этапе мы с вами от какого-то маленького корабля будем отказываться, потому что мы будем понимать, что, ну, как бы это может быть нам не нравится, это не то. Потому что мы с вами живем в времена очень больших изменений. И сейчас планировать там… Вообще планировать невозможно. То есть сейчас самый важный навык – это реакция на то, что происходит. Правильное реагирование. Вот. А планирование, оно уже, ну, не знаю, очень тяжело делать. Можно иметь какое-то видение, полярную звезду, куда, к чему ты стремишься. Вот. А вот путь, его очень тяжело предсказать. Знаете, как карта, которая открывается, пока ты двигаешься. Как вот в темноте свет автомобиля. То есть ты едешь, есть определенный, как бы, промежуток, фары освещают, и ты вот на основе этого ты реагируешь. А вот что там дальше, тяжело сейчас прогнозировать, тяжело видеть. Потому что мы с вами видим, что в последнее время особенно, значит, очень много факторов, рисков экономических, геополитических и так далее. Вот. Поэтому правила ввода новых продуктов постепенно, поэтапно и через тестирование. Вот. И, значит, вот этот продукт, новое направление, о котором мы с вами говорим, то есть мы сделаем о нем презентацию, но он будет доступен не всем. То есть вначале мы будем постепенно, постепенно его расширять. То есть вначале нужно провести обучение по нему. Вначале нужно рассказать, что это, как это работает, для чего это. Возможно провести какой-то мозговой штурм для того, чтобы понять, как лучше продвигать, что дописать и так далее. Вот. Поэтому, значит, у нас с вами будет лидерская поездка. 9-12 августа. Мы с вами собираемся в Подмосковье. И туда едет большое количество людей. Туда едут партнеры от регионального менеджера. То есть в эту лидерскую поездку попасть очень легко. То есть это самые простые условия. Вот. И мы решили, что вот в этой поездке для тех ребят, которые приедут туда, а туда приедет прямо самый-самый актив, костя, компания, там мы начнем разбор нового направления, там мы начнем разбор новых продуктов. То есть мы начнем там говорить, будет там обучение о новых продуктах. И мы уже откроем доступ только тем, кто будет в этой лидерской поездке. То есть мы там расскажем о продукте и откроем там доступ. То есть тем только, кто там был. То есть у них только появится возможность этим продуктом пока пользоваться. Пройдет какое-то время, значит, мы будем там собирать обратную связь. Будет вот эта вот большая фокус-группа, значит, о том, как с этим продуктом работать. И потом постепенно мы будем расширять, значит, количество тех, кому будем этот продукт постепенно-постепенно открывать. Значит, и таким образом это поэтапный, постепенный выход продуктов. Я думаю, что это тоже правильно для того, чтобы не было вот этого шокирующего фактора, когда выходит новый продукт, никто не понимает, как нужно с ним работать, что делать, куда бежать и так далее. Поэтому для нас с вами ничего по сути не меняется. Мы с вами как работали, так и работаем. Мы с вами на вот этом нашем флагме, на огромном нашем корабле плывем дальше. Вот. Он идет и сметает все на своем пути. И постепенно, еще раз, мы добавляем новые продукты, но их будем постепенно, поэтапно добавлять. Для того, чтобы не было какого-то расфокуса, крена и так далее. Это очень важно. Вот. Поэтому, потому что у нас с вами и так все хорошо. И как бы, то есть, мы с вами улучшаем сильно. Вот. Поэтому нет никаких ненужненьких делать резких движений. Вот. И таким образом это все будет работать. Поэтому, если вы очень хотите попасть в эту группу, которая будет заниматься, по сути, как фокус-группа. Первое. Там, где мы будем проводить обучение, то есть администрация будет проводить обучение. Там, где у вас будет возможность задать вопросы мне и ребятам из администрации, которые занимаются разработкой этих продуктов. Вот. Поэтому, если вы это хотите, вам нужно быть на этой лидерской поездке. Условия для попадания в лидерскую поездку, они как никогда очень просты, на самом деле. Вот. И потому что прошлые лидерские поездки, условия были очень, они очень серьезные были. Вот. Но вот, как показывает практика, все происходит самым лучшим образом для нас. И вот это решение, то, что мы захотели снизить вот эту планку, и вот оно сейчас как бы очень хорошо ложится. То, что будет у нас большое количество людей, и мы большим количеством людей сможем рассказать об этом новом продукте. Поэтому у вас еще есть время, сегодня 13 июля, еще есть три недели точно для того, чтобы выполнить условия по лидерской поездке в Подмосковье 9-12 августа. То есть 7 августа мы с вами встречаемся, все это обсуждаем, потом идем в ночной клуб, значит, вместе отмечаем день рождения, празднуем. Вот. И потом через день, 9-го числа уже собираемся и начинаем обучение, и с вами простраиваем стратегию, как мы с этим продуктом будем работать. Причем, опять же, забегая немножко вперед, скажу, что это продукт, который ориентирован будет на другие рынки, на международные рынки. Это уже прямо вот такая большая история может получиться. Это продукт, который можно взять под мышку и поехать, образно, да, и поехать куда-то в другую страну, там его запускать и там с этим продуктом работать. Вот. Поэтому, ребята, приготовьтесь, пристегнитесь, потому что вот после дня рождения у вас будет очень много инсайтов в голове, у вас будет, возможно, что вы не будете еще пару ночей спать от тех возможностей, которые вот могут сейчас открываться. И особенно те ребята, которые поедут в эту лидерскую поездку, потому что мы с вами еще раз, мы там будем с вами, по сути, создавать стратегию, как мы с вами будем работать на весь мир. У меня в этом году в планах, значит, очень активно поработать на другие рынки, потому что, еще раз, вот тот продукт, который мы готовим, то направление, которое мы готовим, оно, оно, то есть, оно очень просто будет заходить на другой рынок. Это то, что нужно практически любому абсолютно человеку. Вот. Поэтому можно было еще, конечно, сейчас говорить, говорить, и, то есть, очень много интриги, но на самом деле, я думаю, вы прекрасно понимаете, что очень важно быть на мероприятии и от первого лица все там увидеть и услышать. И очень важно побыть в этих, в этой энергии. Хорошо. Так, и по плану у нас с вами, по плану у нас с вами поздравления, то есть, мы с вами должны отметить чемпионов июня. Так, сейчас я открою. Так, давайте начнем со статусов. У нас новая карьерная лестница, у нас по новой карьерной лестнице огромное количество людей, которые, партнеров, которые в июне закрыли статусы. Значит, я начну со статуса менеджер. И давайте поздравим тех ребят, которые в июне достигли статуса менеджера. Поехали. Татьяна Игнатьева, Самара. Ольга Безрученко, Ростов-на-Дону, Владимир Высоцкий, Санкт-Петербург, Алексей Квитовский, город Москва, Евгений Вединеев, город Самара, Инна Курганова, город Кемерово, Артем Яковенко, город Москва, Елена Днепровская, город Тюмень, Юрий Самсел, город Севастополь, Роман Илинов, город Красноярск, Денис Елгин, город Иркутск, или Елгин. Я прошу прощения, если я где-то неправильно называю, потому что вы пишете в английской, английскими латинскими буквами, поэтому не всегда удается правильно прочитать и ударение поставить. Елена Воронцова, Севастополь, Иван Дорошенко, Ешкарола, Оксана Овезова, город Москва, Евгений Никифоров, Омск, Владимир Ларетус, Иркутск, Дениса Надежда Тюгаевой, город Кемерово, Андрей Маняхин, город Севастополь, Анжела Аксонкина, город Киев, Игорь Туровский, Минск, Екатерина Волоченко, Тверь, Светлана Владимирова, Самара, Аюн Иждорш, город Бонн, Наталья Алферева, город Иркутск, Екатерина Макарова, Иркутск, Сергей Бокин, Рязань, Сын Ол и Сайсу Мангуш, Кызыл, Сайсу Мангуш, Кызыл, Роман Чернов, Домодедова, Алтанзур Сурбатар, Улан-Батор, Монголия, Станислав Морозов, Ленинск, Кузнецк и Вера Баскакова, город Иркутск. Это менеджер. Идем дальше. Ключевой менеджер. Кей-менеджер. Иван Александр Белкин, Ханты-Мансиск, Сергей Стручков, город Москва, Виктор Хромов, город Иркутск, Владислав Гусар, город Иркутск, Евгения Карташова, город Сочи и Эн Сун Ким, город Омск. И региональный менеджер в июне Владимир Яковенко, Москва, Антон Чебаков, Омск и Хуршет Кирилюк, город Брянск. Это региональный менеджер. Так, идем дальше. Теперь нам нужно отметить партнеров, которые активно работали с партнерской программой и которые подключили от двух и более партнеров в течение июня. Так, два партнера в июне, в первой линии. Так, это уже партнеры, партнеры, три партнера в первую линию. Три партнера в первую линию. Федор Москвитин, город Иркутск, Екатерина Макарова, Иркутск, Игорь Туровский, Минск, Роман Чернов, Домодедова, Эн Сун Ким, Холмск, Анна Столярова, Санкт-Петербург, Хуршет Кирилюк, город Брянск, Михаил Медведев, Южно-Сахалинск и Иван Александр Белкин, город Ханты-Мансийск. И два у нас чемпиона в июне, пять партнеров, пять новых партнеров в первую линию. Оксана Овезова, город Москва и Игорь Силаев, город Калуга. Так, и нам еще нужно отметить партнеров, которые активно работали с клиентами. И большое количество партнеров, которые подключили два клиента и больше. Давайте начнем с трех. Итак, три клиента и более в июне. Начнем с трех клиентов. Это три клиента. В четыре клиента в июне подключили Ольга Голуб, Москва, Ирланд Турабеков, Акругаш Атем, Шемкент, Казахстан и Максим Шевченко, город Санкт-Петербург. Идем дальше. Пять клиентов в июне. Николай Савельев, Екатеринбург, Екатерина Шинкарева-Кемерова и Иван Олеся Бахур, город Тюмень. И Игорь Маркин, город Тверь. Это пять клиентов. Идем дальше. Павел Рубанович, Краснодар, семь клиентов. И в июне абсолютно тоже два чемпиона у нас. Восемь клиентов в первую линию за июнь. Максим Мояксеев, Москва и Константин Федотов, город Улан-Удэ. Это наши чемпионы в июне. Все. Так, все, вроде бы мы всех отметили. Да, все, по сути, все, да, это последний слайд. Еще раз, друзья, хочу вас всех пригласить на день рождения компании. 7 августа. Сейчас весь фокус на этом мероприятии. И сделайте так, чтобы это мощнейший инструмент будет в нашем с вами бизнесе. Сделайте так, чтобы от вас, понятно, что вы поедете, что ваша команда поедет. Сделайте так, чтобы было много потенциальных гостей, много потенциальных клиентов на этом мероприятии. Потому что это будет самая лучшая встреча, информационная встреча по компании, партнерской программе. Вот. И это лучший способ для вашего новичка познакомиться с компанией. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего продуктивного июля. И до встречи на дне рождения компании 7 августа в Москве. Субтитры сделал DimaTorzok